Мы продолжаем в рамках нашего семинара грабить проходящие караваны. Проходящие караваны физического и математического знания. Использовать награбленное в собственных целях. В сегодняшний день мы попытаемся применить такое представление физики, столь популярное в 20 веке, как фазовый переход к описанию социальных явлений. Социальных катастроф, социальных революций, войн и всего прочего. Что значит, когда люди говорят о фазовом переходе? Когда у нас есть одна фаза, есть другая фаза, принципиально не сводящаяся к первой. Но в самом деле, лёд и вода, хоть и состоят из одного этапа, молекулы воды представляют из собой разное агрегатное состояние вещества. Соответственно, одно они твёрдое, а второе жидкое. Они бывают и газообразны. В воду можно разогреть до такой степени, что она превратится и в плазму. И так далее, и так далее. Нам очень важен этот эффект перехода от одной фазы к другой фазе. Первая фаза, например, когда мы просто нагреваем лёд, и со временем он становится ладой. Какие бывают виды таки подобного рода фазовых переходов? Оказывается, здесь всё значительно неоднозначно. А их бывают три вида. Первого рода, второго, потом одно время говорили 2,5 рода, 2,5, а теперь говорят о нём как о третьем роде. Что такое первого рода? Когда у тебя есть некий параметр порядка, и он у тебя меняется скачком. Ну, например, у тебя молекулы были совершенно неподвижны во льду, ты их нагрел, и они стали сколько угодно подвижны. Мы видим, что у тебя с одной стороны был определенный порядок подвижности, он был равен нулю, а потом он стал достаточно любым большим числом. Это скачок. Большой скачок. Что такое переход второго рода? Второго рода это когда у тебя некий параметр, он начинает наоборот у тебя только растить. Например, фирмагнит. Это означает, что как у тебя произошла точка перехода или точка фирмагнит, то у тебя, значит, в нём оказывается, что некая намагничность начинает расти. И чем дальше, тем сильнее и эффективнее. Получается в данный момент, что у тебя сам параметр порядка при переходе второго рода непрерывен, но первопроизводная дискретная. Она в этой точке, точке фазового перехода, испытала скачок. По аналогии, фазовый переход третьего рода, это когда у тебя непрерывная и первая, и вторая производная, и сама функция, непрерывная функция параметра порядки. А когда у тебя прыгает, по большому счёту, получается вторая производная. Я даже примеров этого не знаю. Вот это очень интересный такой эффект. Хочется задать вопрос, а не получается ли разница между первым и вторым родом, допустим, чисто тавтология. Какой хотим мы параметр порядка, и что хотим, то и называем. В одном смысле, мы назвали первым произволом во втором, назвали его просто параметром порядка. И получается ли, что у нас это просто разница между первым и вторым родом, это как бы разговор о словах. Оказывается, нет. Дело в том, что у тебя при переходе первого рода, например, удельная энергия, то есть энергия на единицу объёма, она у тебя падает скачком. При переходе на второго рода, у тебя эта позиция, то есть она, она у тебя скачком изменяется, она изменяется в тепло. А энергия – это очень важный параметр. Этот важный параметр у дельной энергии, как бы, и все остальные термогические функции, они у нас здесь меняются. Это вот так. Ну, в первом роде, наверное, и производная скачком тоже прыгает, если она вообще есть. Да, если она есть, да. То есть в первом роде и производная прыгает, и сам параметр падает. Во втором сам параметр непрерывен, а во втором, а первая производная, его испытывает скачок. Да, а в первом случае скачок испытывает и сам параметр, и производная. Ну, а в третьем случае, значит, у нас и первая, вторая производная, и сама функция, сам параметр, и первая производная непрерывная, а вторая производная испытывает скачок. Кстати, в теории, так сказать, скачок функции не обязательно приводит к скачку производной? Да, да. Ну, это вот было, как ты говорил. Конечно. Но здесь надо разбираться. Я думаю, что первопроизводный тоже скачет. Как правило, наверное. Ну, это, конечно, не, вообще говоря, здесь надо разбираться. Но нам важно, что у нас на очень коротких промежутках времени, лёд, лёд, всё холодно, холодно, лёд, лёд. Вдруг резкий скачок, всё меняется, всё мгновенно перестраивается. Сами физические свойства меняются радикальным образом. И так же происходит вода. И опять вода, 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 вода. И 99 градусов по Цельсию на всё вода, и 99,5 на всё вода. И тут наступает 100 градусов при нормальном атмосфере давления. И она закипела, и у нас пах. И опять она совсем другая. Ну, просто совсем другая. С этой точки зрения, поскольку мы живём крабежом, мы награбили вот эти представления о фазовых переходах. И первом, втором и третьем роде. И думаем, что на этом языке можно описывать социальные эффекты. Что отсюда следует? Отсюда следует, на самом деле, одна очень простая вещь. Что все фазовые переходы, так называемые революции и всякое прочее, они как бы необходимы. Не существует никакого устойчивого развития. Когда у тебя всё вода, 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 вода. У тебя бац и скачок. Всегда. А причина есть скачка? Когда фаза перехода... Что-то меняется в какой-то параметной температуре. И у тебя магнитное поле меняется или что-либо ещё. Или давление. Понятно. То есть надо говорить о том, что всё-таки что-то меняется. Что у тебя ещё какая-то функция меняется. У тебя, например, количество накоплений идёт изменение. И потом происходит резких качественных скачок. Так да. То есть диалектика работает? Ну, а получается, что да, с физической точки зрения, идут количество накоплений, и потом у тебя переходит фазовый переход. Хоп! Особо следует, что любое развитие, оно принципиально неустойчивое. И всё время будут происходить фазовые переходы. Есть системы позволить? Да. Может, система такая резиновая, что там никогда не происходит? Ну вот, и значит... Понимаешь, что у воды заранее, а это уже в смысле понятия воды, уже существует возможность переходить. Да, я согласен. Я согласен. А есть ли у этих социальных системах такие параметры, которые... Да. Я хочу сказать, что социальная система ещё гораздо хуже, чем в водах. Если ты увидел... Давайте сначала как бы абстрактно. Какие есть состояния фазовых социальных систем? Всё что угодно. Понятно, что вода, лёд, пар там... Вот, например... Это как бы известные состояния. Вот, например, три известных фазы развития. Традиционная, индустриальная и постиндустриальная фазы развития. В первом... То есть, ты эту фазу понимаешь по аналогии с фазами... Да, да. ...состоянием H2O, да? Как H2O, да. Вот. Давайте вспомним то, что я постоянно тоже говорю. Я не нашёл для этого никаких слов. Но у вас... Это фаза, так называемая... В способах продажи труда и продажи товара. Вот у вас есть некая традиционная фаза. Дайдём условно на традиционная фаза. Мы... Терминологии у нас... Что происходит? У нас большинство продукта... Домохозяйство самим производится, самим потребляется. У тебя рыночный обмен практически отсутствует. Кое-что ты меняешь. Ну, кто-то там корзинку связал, что-то либо ещё. Но обмену или рынку принадлежит меньшее количество продукта, которое происходит. Именно поэтому попытка Людовика была неудачна. Заменить, это значит, налог, взимаемый зерном, на налог, взимаемый деньгами. Очень простое обращение. Потому что зерно не являлось тем самым обычным продуктом на этот момент. То есть его нельзя было продать. Ты мог его потребить, ты мог его отдать излишки зерна, но продать ты его не мог. Оно не было рыночным. Потому что твоё соседнее хозяйство производило ровно такое же зерно. В том же таких количествах. У тебя не отсутствовало товарное производство как таковое. Это вот как бы первая фаза. Вторая фаза, о которой я тоже хочется сказать. У нас оказывается, что весь продукт практически становится товарным. То есть я покупаю зерно, я покупаю мясо, я покупаю автомобиль, всё что угодно я покупаю. Но как я к этому отношусь? Для большинства людей мы относимся к нему следующим образом. К тому, что я продаю свой рабочий труд. То есть я прихожу и варю эту деталь, выполняю бухгалтерский отчёт в один из предприятий, либо ещё. Мне платят за моё рабочее время, я прихожу и восемь часов там работаю. Это вот такая ситуация. У нас всё оказывается товарным. И обратите внимание, что между двумя этими ситуациями очевидно есть фазовый разлом или фазовый переход. Не всё иное. Не другое государство. Где отношения между людьми? Одно условие натурального хозяйства, условие товарного производства. Это всё. Вот это, например, я говорю о ценных переходах. Я готов это обсудить. Какого рода был переход? Какая была здесь? Фазовый переход какого? Кстати, можно прямо сейчас. Какого рода, если мы согласимся с этой штукой, был фазовый переход подобный? Что считать параметром порядка? Да, что не считать параметром порядка. С вашего вопрос возникает. Не знаю. Подозреваю, что этот параметр не один, наверное, зашли. Нет, а если один? Если действительно это способ обмена. С одной стороны, у тебя нет никакого обмена, а с другой стороны, у тебя есть рыночные отношения. Даже при РАЦе был какой-то обмен? Ну какое-то. Небольшое количество. Как и у тебя всегда, когда у тебя есть нагретье вода, какая бы она холодная ни была, она всегда испаряет. Всегда у тебя парность. Немножечко. Но тем не менее, она вода. Именно вода. Просто так же, ты в Альте кое-где там, может быть, и есть достаточно подвижные частицы. Вот подземное озеро нашли. Вот так и и так далее. Было бы хорошо, чтобы свобода была бы как-то параметром, по которым происходят скачки. Ну это желание. Здесь не такой параметр совсем. Я понимаю. Но вот если бы была бы свобода, было бы просто красиво. Рабство, феодализм. Такие пытаются, да. Такую теорию. Феодализм, как бы тоже, это... Кстати, в этом смысле не получится. Потому что, я говорю, что, видимо, не было, скорее всего, никакого особенного родовладельского строя, поскольку рабство было пышным цветом вплоть до 19 века. Ну, конечно. Конечно. Я считаю, что если брать вот такого рода переход, то это фазовый переход второго рода все-таки. Только почему он таким катаклизмом замечался? Вот обводить внимание, фазовый переход второго рода, то есть у тебя сначала появился некий параметр, который начал стремительно нарастать. Начали строиться города, строятся фабрики и так далее. Это был фазовый переход, но вначале был ноль, и он плавно нарастал на протяжении какого-то века, скажем, 18-го. Очевидно, что это вот, я думаю, что все-таки это подобного рода переход, это второго рода. Теперь тот переход, который важен сейчас. Все-таки в претерационной фразе, как я говорил, что подавляющее число населения, как раньше оно жило натуральным хозяйством, так оно стало не товар производить, а продать в свое свободное время. А по следующей, назовем мы условно, постноцентральной фазе, развитие у нас оказывается, что подавляющее, ну, значительная часть населения, оно начинает продавать готовый продукт, а не свое рабочее время. Не приходить в громадные фабрики на тысячу человек, на десятки, сотни тысяч, и продавать там свое время. А оно начинает продавать, собственно, готовый продукт. Возникают такие люди, люди фабрики. Некое неофермерство. Сейчас его тоже подают. Значит, лучше так говорить, что другой параметр. Вот был параметр, что производить можно было только, так сказать, на малуфактуру, на маленький. Потом, на самом деле, параметр возник, что начало укрупнение. А потом видишь, что какой-то фазовый перекод произошел, и получается так, что теперь опять уменьшение идет. Не то, что уменьшение, а там проблема состоит, что ты сам работаешь, сам его продаешь. Правильно, это не исключение. Потому что большие фабрики, они слишком инертны, чтобы... Я думаю, что дело не в энергии. Я думаю, что дело не в энергии. Дело не в энергии. Дело в чем-то другое. В чем-то другое. В чем-то другое. В том смысле, что я, допустим, бухгалтер, и у меня есть два способа. Во-первых, пойти устроиться на завод, работать бухгалтером, и буду с девяти до девяти часов ходить. С девяти до шести. И что ты там делаешь такое? То есть я продаю свой труд. Рядом человек точно так же варит гайку. Не варит, но... Отваривает гайку где-нибудь там, чтобы потом ее зацинковать, допустим. А есть ситуация, когда я продаю готовый продукт. Я прихожу на это предприятие и говорю, я вам сделаю отчет. Но отчет будет стоить столько-то денег. Или... Другой пример. Или я могу опять приходить в какую-то штуку в газету и работать. Корреспондентом, кем-либо еще. Ну, на постоянной ставке, в том смысле. А теперь я могу оказаться в совершенно иной вещи. Я могу завести собственность информации, маленький интернет-ресурс какой-то. На нем будут ходить десятки тысяч людей. Я сам буду его обслуживать и сам буду продавать на нем рекламу. То есть я опять продаю готовый продукт. И таких примеров нет и из числа. И ощущение такое, что массово народ приходит к подобного рода взаимоотношениям. Я уже говорил, что 75 доходов в нынешней Европе развитом, это вот доходов на такой мелкой частной предпринимательской деятельности. Понимаете, да? То есть в чем здесь особенность? Вот я постоянно этим людям навязываю вот это подобного рода представление. Это представление есть. А чем тогда отличается это от маленьких монофактов, которые тоже продавали продукт? С точки зрения производителя их ничем. С точки зрения… Да и вот я объясни, в чем состоит переход? В том это в том, что… Потому что у нас есть фаза, когда… Потому что на маленькой монофактуре всегда есть 100-200 человек, которые продают… Например, даже не 100, пускай там даже 10 человек. Но, тем не менее, большинство у тебя народа, оно у тебя продает свой труд. Оно продает труд… Почему? Ну, собрался, допустим, мануфактура какая-то сибирь, сибирь, ну подряд. Какой там труд продает… Да, и это было. И точно так же, я повторяю еще раз… Точно так же… Почему-то семена фактура сменилась же в машинном производстве? Потому что большая фабрика, она оказалась более рентабельной. Нет, но, может быть, она оказалась потому, что именно машины требуют больших фабрий. То есть, машину можно выгодно только не в маленьких мастерских, даже сейчас поставить статки в маленьких мастерских… Понятно, я с тобой согласен, понятно, да. А теперь ты можешь сказать, что как бы… А как осуществляется сейчас возврат к маленькому производству? А тем, что у тебя стоит очень маленький компактный станок у каждого на столе. Вот у тебя сейчас есть персональный компьютер, раньше это был машинный зал, который обслуживало сотни людей. И была мощность маленькая. А теперь у тебя такая же штука стоит… То есть, все-таки, то, что мы говорили про эти намады, да, вот именно… Миниатюризация как бы техники, да, она и приводит к возможности… В том числе и ментюризации, да. Вернуться вот к этому манфактурному производству, только не в смысле того, что техники устают, а в смысле того, что вот маленькие какие-то… Вот есть очень интересное осуждение Варянского-Калюжного, связанного как раз по поводу ламского. Они говорят одну простую вещь. Когда у тебя разница, говорят они, между рабством и свободными крестьянами, это не разница между архаикой и неахаикой. Это разница ничего совсем другого. Но в самом деле, когда у тебя мало земли и большое приложение рабочей силы, тебе выгодно иметь свободных людей. Потому что они будут конкурировать между собой за то, что ты им дают права в эту землю. Согласен, да? Да. А когда у тебя наоборот, когда ты живешь, например, в детке Миссисипи, у тебя непускайные пространства этих… Блодородных земель. Блодородных земель. Аbeltологически, собственно, многомерно. А у тебя сейчас все одномерно получается. Есть один параметр вирации? Не. А на самом деле, есть еще много других параметров? Да. Об этом я скажу. Сейчас я тебе говорил, что вот это… Что это… Например, это такой пример есть. Поэтому только подобный пример есть. Ну, понятно, что это, как бы, пример. И, тем не менее, мы же знаем, допустим, ну, во всяком случае, официальные истории, ну, да, неофициальные, как бы, точки зрения, в общем-то, и особо не противоречат в этом. Допустим, у нас на Руси же были раньше эти крупные землевладельцы, как бы, вот, боярин, они были огромные, очень, тем не менее, же не рабы обрабатывали, свободные крестьяне. Да, потому что земля была критическим ресурсом. А почему земля так критическим ресурсом? Земля была полно. Нет, в России в центральной части ее всегда земли не хватало. Она была критическим ресурсом. Ну, критическим-то, конечно, тут трудно сказать. Критическим-критическим, буквально критическим. У тебя жестко зависело, как занадела свои билизи крестьяне позже. Земля крестьянам была и так далее. И именно она была критическим ресурсом. Ее постоянно не хватало. Это мальтузианская ситуация, хотя мальтузианская ситуация, в этом она и состоит. А когда там крепостничество на Руси, по большому счету, возникло? А когда у людей появилась возможность альтернативы, в первую очередь идти в город? Уйти в город и работать там на фабрике. То есть в 18 веке. И какая фабрика? Крепостничество уже, в общем-то, в 18 веке возникло, а как это самое... В жестком термальном виде оно возникло поздно в 18 веке. Ну, может быть, да. Ну, и что? Ну, появилась... Потому что у тебя рабочая сила стала критическим ресурсом. Поэтому и появилась практическая альтернатива. Не, ну какой критический ресурс? У нас еще в начале 20 века подавляющее большинство населения было крестьян. Такой критический ресурс им. Нет, ну тебя... Ну, да и что? Не, ну на самом деле, Игорь, ты прав. У нас же даже в советское время прикрепляли крестьян, прикрепляли к земле, не давали ему возможность... Как по другим причинам. Возникла конкуренция между городом и деревней. Конкуренция в том смысле и качество жили, если понимаешь, в смысле всего. Ну, все-таки я возвращаюсь к фазовым представлениям. Давайте я выскажу мысль, к которой я постоянно иду, чтобы нам не было крепостничество и рабство на этом дело не заплутиться. Она состоит в очень простой вещи. Что если у нас, в случае с водой, есть одни два параметра порядка, и они между собой сильно разделены, то в любой сложной социальной системе таких параметров порядка очень много. При определенного рода развитии, на определенной роде фазе, в которой мы находимся, у нас оказывается, что фазовые переходы по различного рода параметра порядка происходят очень быстро, рядом с собой и непрерывно. У тебя возникает вот такая кипящая фазовая ситуация. То есть, у Равча Троцкого была идея перманентной революции постоянной. У меня же, я могу вынуть в позицию Равчу Троцкому, идею перманентного фазового перехода. Это частью народа, как когда, например, лед оттаивает, воспринимается как катастрофа. И эта ситуация, действительно, для определенного рода социальных групп является катастрофой. Но, тем не менее, судя по всему, именно в этой ситуации катастрофы нам и предстоит жить в ближайшие сотни лет. Если, конечно, вот такой язык адекватен. Получается, что ситуация перманентного фазового перехода по целому ряду, по набору этих параметров порядка оказывается адекватным рода описанием, на мой взгляд. И не надо к нынешней критической ситуации относиться через счет пессимистически. Просто, действительно, у тебя одна перестройка переходит в другую, и нет им конца ни края, и в разных странах по-разному. Ты господи свои перестроить, как сильно увеличился? Раньше были кризисы как-то? Да. 20-30 лет. А теперь мы живем в ситуации постоянного кризиса. То есть, ты только что по одному параметру порядка, ты перестроился. Типа того, что ты взял, перестроился. Тебе кажется, что там будет ситуация устойчивого развития. А у тебя два параметра порядка тут же возникло. У тебя опять фазовый кризис. И постоянно идут такие фазовые кризисы маленькие. Везде. В первую очередь связывается с научной техникой. Ведь согласитесь, что появление сотовой связи – это фазовый кризис. Собратитесь, что сотовая связь во многом изменила ее облик городов и наш образ жизни. Потом за очень короткое время. Не только сотовая связь, а скорее миниатюризация в принципе. Ну ты вот один, один. Не только связь, это все понятно. Общая миниатюризация техники, да? Да. Образец другого был. Вот было конец 19-го века. Все всегда рассуждают, как люди будут жить дальше. Ну потому что отношений же много. Много от них, много навоза. И считается, что все города будут приемлены очень скоро под толпой этого навоза. Это конец 19-го века. Это конец 19-го века. Но Мальпус тоже рассуждал. Если перерос население будет такими этапами, то просто на счет все было. Вот. Это вот такая ситуация. Ну что здесь важно? Произошло появление двигателя внутреннего сгорания. За несколько лет, как с нашей сотовой связью, облик городов и облик подвижного состава изменится радикально. На лицо, безусловно, определенного рода сфазовый скачок. Ну вот это так. Ну лошадей мы больше не видим, да? Да. Лошадей мы больше не увидим, как бы. Как и сотовой связи. На скач. Могу всем заявить с гордостью, что у меня есть домашний телефон. Ну сколько? Здесь уже восемь лет живу. Потому что он бедный. Да. Денег у меня не хватает. Да, денег у меня не хватает, поэтому у меня нет домашнего телефона. В смысле? У меня есть скайп и сотовый. И все. Впрочем, у меня ничего нет. Точно-точно можно. Потому что звонить надо не домой, а человеку, правильно? И прикреплен телефон к человеку, это было большое достижение. Да. В каком бы месте ты ни был, всегда тебе можно позвонить. А чего звонить-то в квартиру? Телефон прикреплен к квартире. И зачем тебе нужен телефон, который в квартире? Ну все это сейчас кажется странным, но еще каких-то 20 лет назад, когда я жил в Аханске, у нас с телефоном имели более десяти домашних телефонов. Десяти процентов семьи. Представьте себе. Вот такой скачок у каждого по несколько соток телефонов. Это... Здесь становится важный вопрос, тот, который проблему решить не могу. Каким образом в окрестке фазового перехода описывать саму систему? Ясно, что... Мне кажется, что наша попытка ограбить караван с физикой, с термой фазовых переходов, достаточно успешна. Да? То есть есть некий язык, о котором мы можем говорить. Важно... Да, важно. Понимаешь, что фазовый переход... Почему аналогия не совсем как бы верна? В фазовом переходе может и обратное движение быть. В воде может опять замерзнуть, газ опять... Да. А как с этим-то быть? Система может тоже деградировать? Да. Да. Это и есть... Согласитесь, что... Ощущение после революции 1991 года в России, по целому ряду параметров, ощущение, что система деградировала. То есть в каких-то... То есть в одних местах идет фазовый переход и ускорение, а в других, наоборот, это деградация. Как бы такое смещение. Явно, что система деградировала. Она пришла в какой-то... Дикий капитализм 90-х годов, сейчас продолжающийся. Это явная попытка деградации системы. То, что у нас наука и техника во многом приводятся к тому самому состоянию начала 20-го века. У нас нету авиации, потеряны исследования космоса. А почему ты рассмотришь, что падение СССР и распас СССР, это и есть фазовый переход? Фазовый переход. Ну, кстати, я против сравнения с начала 20-го века. В начале 20-го века у нас было совершенно интенсивное развитие техники во всем мире. У науки, может быть, в меньшей степени, а у техники-то очень сильно. А сейчас... То есть, производная... То есть, график, условно говоря, шел резко вверх. Сейчас же он идет вниз. Ну, почему-то, да? По индустриализации, например. Мы там что-то тоже развивались, да? А сейчас как бы происходит деиндустриализация. Ну, вот это и есть. То есть, ты можешь реально при том каких-то мер перейти от фазовых барьеров назад. Да, можно. Ну, есть много стран... За себя необратимо. Да. Есть много стран, которые двигались очень хорошо когда-то, и которые, по сути, постигла катастрофу. Но Аргентина, допустим. Мало кто знает ее историю, но это была одна из самых высокоразвитых стран с самым высоким уровнем доходов. В конце 19-го, начало 20-го века. Потом она плавно вошла в череду кризисов, и теперь это бедная латиноамериканская страна, о которой, как о мировом лидере говорить, ни в коем случае не приходится. Ну, очень важно понимать, что у тебя фазовая перестройка, сопровождающая перестройка вообще всех сторон жизни человека, она как бы возможна и необходима. То есть нет никакого устойчивого развития. Ты тоже можешь долго сидеть, но у тебя... Ну, вообще-то как бы все эти сторонники революционных скачков, они тоже ведь так говорили, что есть эволюционное движение, а есть революционное. Да. А у меня-то получается, что эволюционное вообще невозможно. Ты же сам говорю, подожди. Сколько не эволюционировалось? Вообще-то здесь опять же присутствует диалектика. Некая эволюция в каком-то отрезке, а потом революция. Опять потом эволюция, революция, две фазы, которые дополняют. Ну, вот так происходит, да. Ты что нового сказал? Да ничего нового. Украл физику говорить что-то, а что ты украл тогда уже это все сказано? Да ничего нового не украл. Я украл только одну ситуацию, в которой нового сказал, что мы будем жить в ситуации перманентного фазового перехода. То есть перманентной революции вообще? Как бы в тех терминах старых. Перманентная революция, да. Вот это одна не богатая мысль сегодняшнего моего доклада. Понимаешь, в этом есть понятие перманентной эволюции. Есть не только вера в прогрессе, понимаешь? Именно вера. Потому что я подозреваю, что кризисы, которые сейчас случаются, они связаны с тем, что просто общественные отношения не соответствуют развитию производственных сил. Ну да. То есть тот старый марксистский тезис до сих пор работает. Да. Так как это с точки зрения твоего фазовой теории объясняется? Ну у тебя развивались производственные силы? Не, ну что-то удерживают, видимо, от производственных отношений, удерживают их в каком-то стадии стагнации. Почему это не позволяет им развиваться? Несмотря на то, что во всем остальном идет бурное развитие, фазовые переходы. Да. Так что это, как это объяснять? Я не знаю. Я давно говорил, что такую точку зрения я рассказывал, что в 60-х годах, судя по всему, в конце 60-х годов, между ведущими и элитами мира был достигнут консенсус по поводу искусственного сдерживания научно-технического прогресса. Нет, такое ощущение всегда было. Нет, это-то понятно. В этом есть даже, наверное, доля логики, есть вообще некое представление о том, что тот прогресс, который мы ощущаем, то есть население, которое ощущает на себе, это он был достигнут уже давно, а на самом деле где-то там в научных институтах, условно говоря, где-то там, в загрытых нам неведомых учреждениях присутствуют еще более мощные компьютеры, еще более мощные какие-то научные достижения. Это все понятно. С этим можно еще как-то понять. Я не о том. Другое дело, смотри, почему на самом деле, почему возникает кризис? Кризис возникает потому, что у нас на самом деле финансовая система до сих пор частно-собственническая. Ведь всякий раз возникает одна и та же ситуация, что банк банкротится, но государству невыгодно, чтобы банк упал, частный банк. Но государству выгоднее, на самом деле, чтобы этот банк поддерживать. И вот эту вот систему, понимаешь, получается так, что по твоей-то логике, фазном переходе, банки должны были бы рухнуть и стать какими-то, ну, условно говоря, вообще системами. Но они постоянно остаются частными. Ну, это слабо сказано. Они должны что-то с ними вообще произойти. То есть они должны перестать банками в нынешнем представлении. Правильно. Ну, видишь, ну, сама система не позволяет это сделать почему-то. Сама система... Она сопротивляется. Да, сопротивляется. Но это, видишь, не объяснить фазовым никаким выходом. Поэтому и нужно развитие между фазовым переходом первого и второго года. Там, чтобы лед расплавить, помнишь, это же школьный курс физики, по-моему, шестого класса. Тебе надо, мало того, что ты накрываешь, накрываешь ее, тебе надо еще какую-нибудь энергию на фазовый переход добавить. Пока ее не добавлено, у тебя вот тут будет в таком состоянии. У тебя бывает понятие перекретого, например, жидкости. Она перекрета, перекрета, уже больше 100 градусов, опора кипит, и она не кипит. И тут летит какая-то частичка, она по ней полетела, нашлась точка окипления, по-моему, от частички образовалась, и появился трек. А потом она взяла и вся веса кипела. То есть это понятие, что тебе всегда чего-то не хватает, ты его взять не можешь. Не, просто все тут суть состоит в том, что, как раньше представление такое было, не помню, кто к царю пришел и сказал... А, Калин Ключевский пришел к царю, там, да, по поводу истории. Карамзин? Карамзин, да. Что типа ворует там, типа там. Ну, кстати, я не об этом как раз сказать, а по поводу там этого котла, который там постоянно заклепывает, заклепывает, а когда-нибудь он рванет. Не получится ли так, что рванет так, как раз, без всякого фазового перехода, что все разрушит? Понимаешь, вопрос-то ведь состоит в чем? Ну, если у тебя вода вскипит, то все разрушит. Вода вскипит нет. Почему? Ну, вода вскипит в любом случае. Ну, представь себе, вот можно же как удерживать вскипение воды, можно постоянно повышать давление. Да, можно, да. И вода не будет кипеть. Повышает давление, повышает давление, повышает давление. А потом мощный фазовый переход. А потом разорвет все это пищеварь, да, Савачий? Да, да. Да, но прикол состоит, что в этом случае все. Ну, тогда надо описывать именно так, как я говорю. Ну, я так и говорю. Какой-то параметр можно за счет пол-то параметра варьировать? Нет, это все понятно. Я хочу сказать, что когда у тебя рванет, по всей видимости, это принадлежит только параметрам первого порядка. Фазовый переход первого рода только. Не, ну, разорвет всю систему, как систему это уже не будет. В какой системе не будет? Ну, представьте себе, котел какой-то там, где-то температура, где-то возможность варьировать с температурой, допустим, она постоянно повышается. Ну, такое бывает, что вся система бывает такое. Такое бывает, и такое бывает. Нет, смотри, фазовый переход, в чем-то еще фишка интересная, что... Что фазовый переход может вообще все разрушить? Нет, может случиться так, что, например, варьирование одного параметра, увеличение его, можно за счет уменьшения, ну, варьирование другого параметра, его погашать. Может компенсировать каждый раз, допустим, температура увеличивается, а ты для этого увеличиваешь давление. И каждый раз ты, как бы, варьируй эти параметры и оставляешь систему неприкосновенности. Можешь. Так то есть фактически, как бы, фазовый переход... Таким сейчас люди и занимаются. Да, этим и занимаются. Однажды, как бы, температура в нем бесконечно невозможна, в прочность же есть определенного рода система. То есть, можно сколько угодно, да, не сколько угодно, можно, а какого-то определенного критического момента, а потом просто все рванет и все. Так что случится-то? Фазовый переход случится или система разрушена? Или система разрушена. Вот именно вопрос. Это непонятный. А с естественной точки зрения было бы правильно, на самом деле, чтобы не банки поддерживать, пусть они падают. Понимаешь, а надо было систему менять? Ну, это же невозможна пока. Пока она сама не трансформируется, ничего не будет. Не, ну, может они пытались, он либо бы раз упал в банки, и что? Я не вижу там, что там, что-то особо случилось страшно. Так бы сейчас все попадало, там, Греция упала бы, еще там кучу всего там, поразрушил бы. Ну, прошел бы первый период какой-то там, условно говоря, там, катастроф. А потом все бы стабилизировалось и как-то заработал дальше. Может быть. Вот интересно, а катастрофы бывают при фазе перехода второго года? Или только при первых? Типа вскипании воды или плавлении, плавлении льда. Когда у тебя параметр порядка будет после этого нарастать? У тебя же, казалось бы, это бескастрофическое развитие. У тебя же, действительно, энергия. Длинная энергия системы у тебя не изменяется скачком. Ведь когда у тебя взрыв происходит котла. Я, на самом деле, производная скачком. Это значит, скорость как-то скачком трогает, что ли, да? Или что? Ну, по-моему, в порядке. Ну, у тебя... Не, я понимаю. Просто представи себе, что такое производная-то. Картинка. У тебя, допустим... Типа скорость или просто любая производная? У тебя магнитное поле, допустим, вот сюда растет. А здесь у тебя какой-нибудь вариант на магнитное поле. Ну, как это? Как-то вот так. Обзовем. И она вот у тебя была, была, была. А потом она начала вот так расти. Не скачком, как бы здесь могло бы быть. Как в среднем это происходит. А вот так взяла и начала расти. А во-первых, производная я испытала скачевку. Вот здесь. У тебя здесь прикол состоит, что в этой точке у тебя удельная система, которая должна котерного взорвать, она у тебя скачком не разрушается. Ни в коем случае. Скачком не разрушается. Если у тебя действительно есть переходы... Да. В социальном смысле, что такое производная? Ну, тоже надо смотреть на такой параметр порядка и смотреть на нее. Я даже этот вопрос вам и задал всем участникам сегодняшнего немногочисленного семинара по поводу того, чтобы постараться понять, какого рода у нас фазовые переходы, чтобы понять, что есть что. Я просто не понимаю. Вот у нас революция, например, это всегда, наверное, фазовый переход в первый скачок, революция, брых, бах, куча трупов и всякое прочее. Потому что у тебя удельная энергия системы меняется скачком. Вот народ, который полагает, что митинги на болотное сахар пойдут на спад со временем, он очень сильно ошибается. Промена состоит, что у тебя может быть очень низкий уровень политической активности до определенного момента, а потом скачком разно большой. То есть у тебя переход первого рода. Потом буквально это происходит за несколько дней. БАКС и все разрушилось. Если думать, как революция у нас произошла, она уже училась буквально в смысле неожиданно. Даже для революционеров, которые ее готовили. Как и революция 1991 года. У тебя все случилось очень неожиданно. Был Советский Союз, который был стабильнее всего на свете. И в Долбаксе боя нет. И вообще все. И в скачку. А второго рода, вот это интересно поговорить. Какие у нас преобразования бывают второго рода? Ну, например, появление сотовой связи. Можно сказать, что это переход второго рода? Но была типа связь, была же, правильно? Да. А появилась сотовая связь? У тебя появилась новая параметра. То есть ты сотовую тебя стал связан с человеком. И она начала тихонечко, эта мобильность начала у тебя возрастать. Согласи, что ты переход второго рода? Ну, похоже. Да? Когда у тебя было и с автомобилей. Точно так же. Лошадей всех сдали на канилке, потому что со временем. Они со временем вымирали, автомобилистов... Если брать, это мы брали сейчас связь, да? А теперь брать такой параметр, как перемещение, да? То есть сначала были перемещение пешком, потом перемещение, в словом говоря, на лошадях. Потом перемещение на автомобилях. Просто у тебя подвижность каждого человека. Например, средняя скорость его корейская. Ну, а самолет тогда что? Да. Ну, это другая штука. Ну, ты, когда ты находишься на прессе, когда двигатель внутреннего сгорания, у тебя этот параметр начал вот так медленно расти. У тебя не скачков выполнился тут же, а начал медленно расти. Поэтому это переход второго рода. Вот так придумали, переход второго рода. Нет, ты вспомни, как бы вот этот... Как и с сотовой связью. Там тоже переход второго рода. Александр, ты об этом же рассказом похожем? Там у него тоже какие-то эволюционные... Нет, я понимаю. Просто если вдуматься, как бы эволюционность, и революционность, она есть везде на самом деле. Как бы такая очевидная вещь достаточно, да? Надо ее правильно-то поописать, как это происходит. Да. Как происходит... Он же говорил нарастать... Он говорил так, что... Тепаральная сложность переходит в пространственную сложность. Да? То есть... Я не знаю, к фазному переходу это не относится, естественно. У тебя совсем другая логика. Дело состоит в том, что как бы система просто сама другой становится. Была одна система, описывалась одним образом, как-то свойства были одни, и стала свойства другие, система другой и так далее. Хотя в чем-то как бы есть некая родственность. Ну да. Потому что она может обратно деградировать. Да, H2O и H2O. Да, она может обратно деградировать и опять точно так же стать этой. Да, ты можешь понизить температуру, а она снова замерзнет. То есть это все-таки состояние не сказать, что устойчивое. Оно зависит постоянно от некого внешнего параметра. Ну да, да. Только сейчас внешний параметр, как бы, это обратно стоит... Ну, как обратимая вещь. Да. Ну и сутру связь, по большому счету... А в эволюционном понимании эта вещь необратимая. Да, можно эту... Там есть некая необратимость. Когда этот... Тепаральный сможет переходить в пространство, возникает некий необратимый процесс. Ну, это просто язык такой, да. Язык такой. Вполне возможно, что она... Да, но в реальном случае она необратима. Я все вспоминаю вот эту самую... Например, этих фазовых геограмм для железа. Там какие-то параметры. Там такая фаза, такая, такая, такая... Все это как бы это железо. Все это разные фазы. У них разные решетки. А у железа много фаз, что ли? Да. А почему? Там решетки... А, реализация по-разному? По-разному строится. Там есть альфа, бэр... А вообще-то графит-то сколько там? Ну, графит-то мало по сравнению с железом. А вот железо-то вот так. То есть даже как бы отвертых веществ еще внутри фазы. Да, да, да. И там это между ними есть фазовые боения и фазовые переходы. А наша социальная система, я утверждаю, что она сложнее железа, в сотни раз. То есть там... Все хуже еще, правда. Вносит ли тогда слово фазовое какое-то понимание, понятие социальной системы? Важно этот вопрос. Ну, казалось бы, что вносит. Хотя бы по той простой причине... Аналогия-то вообще продуктивная? Ну, она вносит. У меня же проблема... Все же говорят о фазах. Моя проблема, что к социальным системам... Я пытаюсь применить различия между фазовым переходом первого и второго года. У тебя бывает, когда котел взрывается, когда все испаряется. А бывает, как в сотовой связи с автомобилем, у тебя правильный порядок. Он нарастает неподвижность, прям подвижность каждого человека. Потом после этого я появился... Блин, ехали на лошади, на лошади. Даже он еще быстрее на лошади ездил. А потом, бац, на двигатель внутреннее сгорание. А потом там получилось... Там еще самолет придут. Еще быстрее. Блин, дело. Это явно будут везде фазовые переходы второго года. Вот у тебя второго года фазовые переходы. Они принципиальные. Практически любое, как очень многие открытия ведут себя так. Но бывают же ситуации, например, в которых при этом происходит скачок. Резкий. Причем ты сейчас как бы везде показывал примеры, связанные с научным техническим прогрессом. Но это касается социальной системы, конечно. Но если взять социальную систему в ее статейках... Научный прогресс это все-таки часть этой, которая идет параллельно, которая задевает, социальная система ее меняет. Социальная система еще... У нее есть своя какая-то внутренняя структура. Как внутренняя структура-то меняется? Надо бы ставить, перемещаться быстрее. Что от этого изменилось? Ну, марксистская теория говорит нам, что сначала у него очень технический прогресс, исходить от производительных сил, а потом уже вся остальная. Не, ну просто вот есть некие противоречия, связанные даже не с классовым каким-то подходом, а связанные с тем, что человек уже сколько тысяч лет, он как бы не меняется по своей структуре. У него там его способности, его возможности, они никак не изменяются. Мы же вот до сих пор как были людьми, как вот могли что-то делать, но только то и можем делать, да? Научно-технический прогресс уже как скакнулся. Да. Было время, когда один человек мог знать всю науку, которая существовала во времени. А теперь это в принципе невозможно. Даже не мысли. А я вам могу предложить, ну я же лечу и кератологии, ввиду своего преклонного возраста, интересуюсь. Могу предложить фазовый переход с техническим прогрессом, связанный с качком. А вот представьте себе, что операция возможна, у нас возникает таблетка в вечной молодости. Взяла такая таблетка? Ну, раз любая таблетка, значит ее можно за течение нескольких месяцев, соответственно, весь мир нас синтезирует. Взяла и насинтезировала. И ты после этого, у тебя будет типичный переход первого года. У тебя вообще вся жизнь, и то, что ты говоришь, человек жил тысячи лет, она все это изменится с качком. С этими согласиями, наверное. И в каком-то отношении все-таки менялась. Продолжительность жизни менялась, качество жизни менялась, да? Опасность жизни. В том смысле, что раньше там были дикие звери, там лобой, ну и всякого рода там. И так болезни и прочее, прочее. Сейчас все-таки мы уже и особо не болеем, никакие дикие звери пьются толком. Не знаем, как в зоопарке там. И воин как бы особо не видим там. То есть, как бы вот, понятное дело, что что-то меняется, конечно. И в среднем продолжительность жизни человека выросла. Но все равно она не выросла, как ты показываешь с качком. Она выросла просто достаточно как бы революционно. Да, да. А представьте себе там таблетку от молодости появилась, она у тебя с качком выросла. Непрерывно. Да. Вот если появится таблетка молодости, да. То есть, конечно, есть такие вещи, которые тебя этим будут измениться. Тогда просто получится, если человек хотя бы будет жить, ну там, ну не знаю, тысячу лет. Я даже не представляю, насколько все изменится. Весь мир просто изменится очень сильно. Ну, конечно. Потому что для современного человека понятие тысячи лет – это просто как бы бесконечность. Фактически бесконечность. Пока тактика элиты мировых, особенно российская элита, она состоит в том, что они пытаются этим делом сопротивляться. То есть, они готовы наслаждаться финическим прогрессом, но они не готовы к возму скачками, которыми задимся. Поэтому, отчасти, они во многом сдерживают. Но если ты, смотри, вот ты начал разговор с того, что вот был какой-то, скажем, рабовладельщик, это феодальный строй, да, держались за землю. Да. Потом капиталистический строй. Стали держаться от земли, то открепились, да. Стали держаться за капитал. Ну, за капитал то, что можно обобщить. А в каком-то отношении вот современные государства, они все равно за землю держатся. Мы же определены некими границами. Ну. Надо нам держаться за землю. Вообще, если бы мы отцепились от земли, то мы могли бы двигаться дальше. Ну, государство упёрто на границы друг с другом. Ты сейчас своё любимое на мать. Да, я всё в этом. Ну, они держатся, не держатся, но у них проблема состоит, что вот именно тот активный слой, который внутри них существует. Не, ну капитал ещё не знает границ. Ты заметил. Капитал уже границ не знает. А мы знаем границы только по той причине, что... Не, не правители знают границы. Тоже. У них же вся структура государства состоит в том, что они должны внутренние границы держать порядок и сношение с внешними государствами. То есть у них всё, вся политика определена в понятии границы. В понятии государства. В целом, когда контролируют некое количество налогов и укина их разной скважей. Тоже на этой территории. Да. То есть они до сих пор живут, условно говоря, криадарным строем. Ну, в смысле, как бы, логики своей. Потому что они должны сохранять границы. В такой, да. А внутренняя жизнь государства, она давно живёт в другой логике. Она живёт не в логике границ, а в логике капитала. Да, это конечно. И это противоречие, оно, как бы, не является противоречием того, что они чего-то не понимают, как ты сказал. Как будто будут сидеть наверху дураки. А сама логика того требует, что одни занимаются границами, а другие, как бы, они вообще просто интернационалисты. Капитал как сходит туда-сюда. Да, это тоже так, да. И поздно, наверное, рано эти границы, эти государственные штуки, границы не исчезнут наверняка. А почему? Они будут, понимаешь, устроены. Согласись, что европейское государство, это, как бы, немножко не то, что держит за свои границы. Но всё равно у них есть таможни, все эти... Да даже таможни уже нет. Ну как нет? Ну ты не захочешь поехать в Европу, тебе надо будет это... У нас там между мной и границей. Но между Францией и Германией нет. Ну это понятно. Ну и у нас тоже границ нет между Союзной и Республикой. Очень интересная ситуация по поводу полисной структуры. У нас же есть еще ситуация полиса. Да? У нас полисом что будет? Полисом это между городом? Да. Между городом и деревней? Нет. Просто у тебя между разными полисами. У тебя, как я пытался в своем докладе Священной Римской империи показывать, что для Священной Римской империи оно не было национальным государством, не было национальным государством. Это был набор полисов, в первую очередь. То есть там у тебя 4 графа в одном из этих палатов, и 200 представителей городов одновременно. Вот сравните это в этот... То есть национальным государством у меня получалось, что один из позже. То есть судя по всему национальные государства появились тогда, когда надо долго контролировать завод. Либо землю. Так вот завод. А зачем национальным государством завод? На заводе его не важно кто работает у тебя. Не, ему не важно. Важно, что он его контролирует. Он стоит на его земле и его контролирует. Сейчас завод находится в Китае. Зачем он контролирует? Нет, я думаю, национальные государства появились, когда нужно было контролировать землю. Когда появились национальные государства. Потому что, как ты вот пойми, народ и нация, вот этот термин связаны именно с территорией. Ведь он не по весь воздухе. Мы же не называем русских, которые живут в Америке как бы... Русские. Ну мы их называем, конечно, по непрерывности. Но в некотором отношении русские это те, которые живут на территории России. А те, которые уехали куда-то, там уже живут, уже там называются американцы. Но они не русские. А те имени, они русские. Но опыт показывает, что они русские. Но, еще раз говорю, они... А имени в Африке евреи. Понимаешь, есть термин биологический. Нет, есть термин биологический, допустим, в смысле генов. Кого называть русскими, да? А есть термин социальный. Кого называть русскими. Понимаешь? Так вот, русским называют человек, который живет на территории России. Так же, поэтому, я думаю, конациональные государства появились. Есть некоторых русских, которые живут на территории России и называют татарами. Ну тогда я просто... правильно. Потому что НАТО тогда говорит россияне, скажем так. Правда, если говорить будут россияне, то будут более правильно говорить, да? Я имею в виду о таком понятии, как ты народ, о национальности. Нет, у тебя нация возникает в тот момент, я полагаю, когда возникает национальная экономика. У тебя возникает национальная единая помышленная система. Здесь постоянно вот спутаны два темы. Понимаешь, тут есть национальность, да? А есть нация. Есть нация. Это одно и то же? Вот не одно и то же. Правильно. Я и хотел об этом на это внимание обратить. Хотя сам тоже тут... Национальный русский, это новый советский народ, новая культура. Да. Точно так, как вот на самом деле существует нация типа американцы. Хотя там могут быть сколько угодно национальности. Точно так же. Народ. Да, народ. Точно так же и в этом... Ну ладно, это в общем, все хорошо, конечно, но это к докладу не имеет никакого отношения. Ну это понятно. Ну что, еще что-нибудь? Хочешь сказать что-нибудь? Не, ну просто мне кажется, вот в понятии фазового перехода есть интересная мысль, задача в том, что революция является естественной. Необходимо. Потому что есть представление современного общества, что революция это типа неправильно, все должно быть непрерывно, раз был у нас царь, значит его надо вернуть, потому что все должно быть непрерывно и прочее там. И так далее, да? То есть как бы всякого рода такие вот переходы, все всегда рассматриваются как неправильно. Значит, всегда их боятся более. Зачем нам нужна революция? Да, в первую очередь элиты. Потому что... Не, ну революция революции розет. Нет, революция может быть, так сказать, и бескровной, а может быть там и бойную устроить. Не, ну согласно Игорь, получается, ну это зависит просто как бы... Надо просто вовремя фазовый переход осуществлять. Если, конечно, долго его сдерживают, там, допустим, как мы говорили про воду, там давление повышать, вода не будет, с капитой скипает, то, понятное дело, что когда-нибудь случится взрывок. Надо просто понимать на самом деле. Допустим, если царизм понимал, как эволюционно надо меняться, возможно, и мог бы эволюционировать в каких-то современных государствах, если бы они что-то делали бы. И точно так же и в современных государствах, если вихи не будет понимать, что надо эволюционировать, то они рано или поздно придется забрать. Да, это очень важно. Власть потерять именно скачком. Скачок будет более сильный, да? Верите, что любая настоящая элита всегда должна быть готова к своей смерти. Вот говорят, американская элита готова к своей смерти, а нашей российской явно нет. Американская в каком-нибудь смысле готова? Ну то, что на следующей фазе она уже не будет элитой, и она будет всем другой. То есть она готова к своей смерти, потому что она перестанет быть элитой. Она понимает, что это необходимо. Да вообще разговор об элитах – это какого-то очень веримого разговора. Надо разговаривать о системе. Элита, не элита. Есть некая система. Элит – это, полагается, люди, которые могут в этом котле каким-то образом пытаться регулировать давление. Ну то есть сейчас есть часть системы более важной, более… Ну управленческая. Управленческая функция. Есть линия, да? Любой системы есть управленческая функция. Которая ощущается некой штукой, которую иногда называют элитой. У нас же есть элита. У нас, например, этот. Цель по самым важным делам – это элита явно. Что значит? Ну есть еще, знаешь, вот как бы, я бы сказал, что он называется ложными фазными переходами. Когда система, можно же, систему извне заставить перейти в фазный переход. Чтобы система вошла в фазный переход, тем не менее, сама система не готова к нему. У него система будет как бы… Ну то есть, какими-то внешними там условиями можно заставить систему войти в переход. А как? Там, например, с водой температуру повысит. Ну, так это будет. Ну, а что происходит на внешне? Что значит, что она внутри будет не готова? Послушай. Ты повыишь температуру, она и будет готова. Нет. Так вот, в том-то и состоит суть, что… Про нашу революцию в 17-го года говорят о том, что эта революция инспирированная извне. Не только в смысле того, что капитал был какой-то, внешний капитал или какие-то там заговорщики, а в том смысле, что страна не была готова к каким-то образом. А в любой… Особенность фазового перехода, что страна всегда к ним не готова. Нет. Ну, как казалось бы, как раз… Согласно даже учению Маркса, предполагалось, что… Что страна не готова. Что есть некое движение, естественное движение социального процесса, который приведут, как бы, вот, к революции. Сама развитие, как ты говоришь, производителей сил, должно подвигнуть, как бы, неким революционным преобразованием. А получилось это как? Производительности у нас были в Европе самые низкие, какие-то бумаги вообще, говоря, можно было представить. А тем не менее, революция… У меня сейчас это не так. Если говорить об всей Европе, разумеется, это не так. Ну, не все Европы. Тем не менее, тут странно, что порвалось, условно говоря, не там, где… Революция случилась не там, где она должна была случиться. По теории. Случилась она там, где страна в меньшей степени была… Полностью крестьянская страна. Правильно? Ну, фактически. Ну, там же был важен собственный переход. Не-не, послушай, я и говорю, это просто пример. Если некий инспирированный – фазовый переход. Инспирированный некий внешний… Взяли, условно говоря, изменяют. Какие-то параметры изменили – произошел переход. Допустим, что это могло случиться? Война! Там, не знаю, там… Какие там еще были? Голод, там, да, там… Внешние влияния, там, допустим, там, вот эти… Там, как он называется, там… Вагон-то, как его… С революционерами. С революционерами. С революционерами? Да, но он не один там ехал, там 33 года. С революционерами ехал. Но, тем не менее, какие-то силы, да, там, внешние и прочее. А Советский Союз не так ли рухнул? Вот можно понять это как? Изнутри рухнул, а можно понять это так, что опять инспирировано. Я полагаю, что любой переход… Если у тебя есть, типа, высококамерная жидкость, допустим, там, что-то, что-то тебе происходит, оно сгибает. Не, я согласен, что есть два варианта понимания. Сначала система подготовлена к этому, и возникает повод. Просто ты рассуждаешь, как ургинян. Ургинян говорит, что люди выходят на площадь… Не-не-не, я не так рассуждаю. Потому что это газдеп. Газдеп США. Не-не-не, я не так рассуждаю. Я просто тебе подвину. Я тебе задаю вопрос. Почему, значит, я рассуждаю? Я-то понимаю прекрасно, что в Советский Союз, у меня как у колосса на глине их ногах ноги подловились и все. Мне-то как раз это понятно. Но можно рассуждать так. Возможно такие фазовые переходы в социальности. Когда они инспирированы из них. Когда система сама готова к нему. А взяли вот температуру, просто подогрели и… Нет. Произошел фазовый переход. А потом температуру убрали, и все просто рухнуло и все обратно. Понимаешь? Потому что она не может удержаться на этом уровне. Система-то не готова. Ну вот хорошо. Все складывайте и все. А ну, как можно сказать, революция в России. Подогрели, революция случилась. Потом просто обратно все рухнуло и все. Чуть-чуть. Не знаю. Чуть-чуть. Просто в чем основная претензия к твоему фазному переходу? Она состоит в том, по применительной социальности. Не получается ли так, что в социальности вся города любит? И опять же в виде вопроса задает. Всякого рода революционное преобразование является катастрофическим всегда. То есть всегда это всегда, на самом деле, отход назад. То есть как бы вот происходит сначала как бы переход, а потом все обратно схлопывается и еще ниже опускается. Ну как бы так. Потому что… А почему? Вот если рассуждать с точки зрения ценностей, сначала ценности накапливаются, потом происходит переход, и потом все обратно схлопывается за счет уничтожения этих ценностей. Заводов, фабрик, дорог, людей и прочего. Это социального порядка там. Все это надо заново. Учреждений там, каких-то там норм, поведений. Все надо заново. Вот фактически Советский Союз он ведь полностью разрушил Россию и потом поднимался в сруи просто. Гражданская война там, Первая мировая война там. Ну да, был классический переход. Просто полностью все разрушил. С первого, первого года, да. Не, ну потом все заново надо было строить. И даже пилик до основания разрушил, потом построил. Ага. 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 Продолжение следует...